Итак, что мы без песни? Вопрос риторический. И вспомнив, что песня нам строить и жить помогает, так вот без песни мы ничто. Кроме всего прочего, как водитель, песня хороша в длинной дороге. Едешь, поешь и живешь. Да и вообще, по сути, без песни жить станет сложнее однозначно. К слову, пение хорошо не только для людей. Коровки тоже любят, как и все другие животные. Соловушка-то как классно поет. Песня – это, по сути, наше бытие. С песней люди рождаются, с песней живут и уходят в мир иной, где, думается, песни будут постоянны. А теперь суть песни, ее ритм. Когда идешь, когда едешь, песня скрадывает расстояние и время. Как и музыка тоже. Вот вам пример. Поездка в любую сторону, без музыки и с музыкой. А лучше с песней, которую вы поете. Итак, каков результат? Да, он правилен. С песней все естественно быстрее. К слову, мы, россияне и граждане СССР, с песней дружили всегда. До седьмого класса мы пели и слушали музыку вместе. И честно, и сейчас я с удовольствием пою то, что мне дала школа. Эти детки будут петь и раньше, и дольше. С четырех лет они поют, и поют здорово. А в этом чудо учителя. Он работает и для них, и показывает всем, нам свои заслуги. Точнее, творчество учеников. К слову о том, что рано или поздно приходит смена тональности мальчиков. Если мальчик слушает музыку, понимает ее суть, то и после петь он сможет всегда. Да, пел он с соловушкой в детстве. Но качественный баритон или бас, коли такое случится, будут в теме. А вы не знаете. Но так вот вам любые песни в коллективах тех, у кого голос поменялся. Но звучит-то круто и с душою. И вообще, по сути, я бы вам всем рекомендовал заниматься данным видом творчества. А еще бы лучше найти вот такого преподавателя с душой, который вам показывает качество и демонстрирует всем искусство пения. Субтитры сделал DimaTorzok